Субтитры делал DimaTorzok На пластиковых ножках Я пытаюсь закрыть синее Дима мне принес плед И думал, что он закрыл синее Но не получилось Ладно, смерт, даже этот синий цвет Опасность номер один Я упаду в эфире спиной назад Опасность номер два Там лежит одна злая собака Она смотрит прямо на меня И она на меня всегда лает Если она на меня лает, она остановится не может Полчаса, час И у нее здесь только один человек На которого она не лает Это почему-то Макс Он даже может ее погладить У меня в семье такое случилось впервые Что собака работнику доверяет больше, чем мне Но это бред Но тем не менее так случилось В общем, я не знаю, как что пойдет Но если я буду падать, вы меня пожалеете А если она будет лаять, то вы ее поймете Здесь уже ко мне пришли на колени Рыльца Если я сделаю вот так, то вы увидите, что черная улица Там Они набежали Будем сегодня разговаривать про мотивацию Вспоминая мой опрос Спасибо вам огромное за то, что вы в нем поучаствовали все По крайней мере, ответов было очень много Я сидела, несколько дней их вписывала И анализировала Поэтому я подготовила себе такой большой довольно-таки текст Массив с подпунктами, о которых я буду сегодня рассказывать И я буду подглядывать, как обычно Потому что очень много всего Я рекомендую взять ручки тетради Потому что, когда, опять же, я готовилась Мне понадобилась тетрадь за ручкой Я анализировала вас, соответственно, очень много каких-то частных моментов Которые при этом касаются большого количества людей То есть в моем опросе, допустим, что вам мешает достигать целей Отложенных целей, да, целей в будущем Было очень много разных ответов Но, тем не менее, они совпадали у большого количества людей Там ответило около 300 человек Я считаю, что это очень много для статистики Соответственно, я хотела бы сегодня разбирать все вот эти ситуации Итак, я включаю свою шпаргалку И начинаю со своей любимой темы По поводу... Значит, еще раз, да Мы сегодня обсуждаем мотивацию И как себя мотивировать Не других людей мотивировать Там хвосты виляют за мной И сейчас начнется И штативы будут ронять Как мотивировать себя Не других, а себя с другими Это тема далекая от меня Я никого не мотивирую, кроме себя У меня нет, в принципе, таких желаний Там мотивировать мужа, детей Это все нет Люди мотивируются сами По собственному желанию Либо по работе По глубокой работе над собой Соответственно, поменять другого человека невозможно Другой человек должен захотеть меняться сам Но даже в этой фразе Захотеть меняться сам Ключевое слово — это захотеть То есть он должен захотеть Из него должно выходить вот это чувство Мы начнем с вами говорить Как раз-таки про чувства И это основное Что если нет чувств То если нет каких-то конкретных сильных чувств У вас нет мотивации что-то делать Что-то менять в своей жизни Ну, например Простите, пожалуйста Это просто апокалипсис сейчас Какой-то Одновременно Катрена одну собаку дергает за ногу Она говорит Ты мешаешь, уходи из эфира Значит, вспомните себя В ваши стабильные этапы в вашей жизни Как вам было? Когда вам Когда у вас было все Когда вам ничего не хотелось Ну, то есть почему вам ничего не хотелось Когда у вас было все стабильно Вы ничего не делали У вас все хорошо У вас все есть Я уверена, что в жизни каждого человека Такие этапы есть Когда, ну, даже Даже в детстве У вас все есть И вы не хотите ничего достигать Потому что вам комфортно и хорошо Зачем? Достижение Это всегда, да, какой-то напляг Какие-то другие действия Я не буду говорить про выход из зоны комфорта Может быть, это будет внутри вашей зоны комфорта Какие-то другие действия Но зачем их делать, если можно их не делать? У меня в моей жизни такой эпизод был Когда была череда съемок И череда проектов И я сейчас уже буду ругаться на эту собаку Мы переходили с Игорем из одного проекта в другой Блин, я не могу, ребят, простите Из одной съемки в другую У нас были перерывы Так всегда происходит Вы отрабатываете проект в кино Очень редко, когда вы прямо сразу идете в следующий проект То есть есть период простоя Когда вы тратите свою накопленную зарплату Там и занимаетесь ничем У меня именно так и происходило То есть мы закончили проект После этого следующий проект был там через три месяца И мы занимались ничем Мы ничего не хотели У нас все было У нас была квартира Мы не были замотивированы Там копить на дом прямо сейчас Нет, ну квартира есть съемная Да, она хорошая, нам комфортно Дебилы У меня не было никакого желания покупать какую-то технику Потому что когда я работала в кино Мы работали, естественно, на арендованной технике И своя там была не нужна У меня не было никакого желания двигаться к своей долгосрочной цели Вот с собаками, например То есть у нас тогда не было даже еще ни одной собаки Да, я хотела собаку, да, я хотела помогать Но я тогда помогала совсем другим образом Я помогала деньгами И какая-то вот эта глобальная цель Чтобы у меня там, чтобы переехать за город И у меня была куча собак Я это примерно предполагала, что у меня будет лет в 40 Ну вот на тот момент Тогда мне было, наверное, 23 года Когда я так думала И я сидела на диване и смотрела мультики Это была какая-то деградация, наверное Но с другой стороны, а почему нет? Это был мой человеческий выбор Я не хотела делать ничего Я знала, что у меня была работа и будет работа Я хочу между работами отдыхать И, ну, просто жить Ничего не надо Просто сидеть, смотреть мультики Все, норм, мне было хорошо Это был стабильный эпизод моей жизни Когда не хотелось и не было никаких глобальных целей Соответственно, не было никаких чувств На основании которых я могла бы двигаться вперед Потом у меня появилась одна мечта Это работать на полном метре на кинопленку Не секрет для всех, что сейчас на кинопленку не снимается практически ничего Все снимают на видеоформат Работать с кинопленкой Это работать слепую Точно так же, как фотографы, которые работают на пленку И потом проявляют фотографии Они не видят фотографии, которые они делают В момент щелчка, да В момент щелчка затвора Они не знают свой результат То есть они должны выставить все параметры настолько хорошо Чтобы не запороть кадр И это большой профессионализм Это не талант Не имеет никакого отношения Ну, по сути, к творчеству Это профессионализм И умение предугадывать, угадывать И выставлять правильные настройки То же самое в кино В кино вообще цикотно и страшно Потому что вы работаете в любом случае не на себя, а на продюсера А ну-ка, тихо И если вы работаете на пленку То вы весь фильм снимаете не глядя Вы не можете У вас есть там осциллограф, какие-то другие приборы Вы примерно представляете, какие вы настройки должны поставить И, соответственно, в выходе в монтажке Вам должны сказать, что все хорошо У вас, вы молодцы И на пленку Игорь не снимал никогда в жизни Он не умел и не знал И не практиковал Соответственно, у меня не у кого было Брать этот опыт, этот навык И я очень сильно загорелась этой идеей Я стала изучать все сама То есть я стала по гиковским курсам По распечаткам По каким-то лекциям И по книгам Выписывать, составлять таблицы И мне потом в гиковце говорили Что таких таблиц вообще не существует Ты первая, кто их создал Настолько я сильно замотивировалась Выучиться, ну, то есть быть самоучкой Выучиться и подготовить себя к тому Что я буду снимать полный метр на пленку Я так и не сняла полный метр на пленку Потому что ушла из кино раньше Чем мне предоставилась такая возможность Но я об этом не жалею Все-таки это был совершенно другой путь Ай, нет, 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 нет Вот этого нельзя Я к тому, что Когда мне захотелось Очень сильно захотелось Когда у меня была цель Я горела этой целью Безусловно, я это делала Дальше На каких чувствах еще работает мотивация? Пожалуй, самое сильное чувство Это страх Но, к сожалению, страх, который провоцирует ваши действия Это всегда действия, которые вам на самом деле Точнее, это результат, который вам на самом деле в вашей жизни не нужен Здесь тоже, ну, может быть, два примера Таких самых общих, да Это дедлайны по работе Если вы дотянули до дедлайна Значит, на самом деле вы не хотели делать эту работу Вообще никогда В жизнь ее вертели на собачьем хвосте Вот эти проекты Которые вы затягиваете до последнего Потому что вам неприятно это делать Но если вы знаете, что наказание за этим Ну, определенное последует Это штрафы, это проблемы с начальством Какой-то конфликт Может быть, увольнение Да, в крайнем случае То вы будете это делать в дедлайн Под воздействием страха У меня тоже есть такой пример Это оформление паспортов для ветстанции Я не хочу проблем с ветстанцией Вы меня знаете Я живу здесь по закону И каждый год я оформляю паспорта Я вклеиваю туда, блин, наклеечки С поливалентной вакцины Наклеечки с деглинитизацией С обработкой от блох И от всего Дофигища паспортов Я отвожу на это целую неделю Потому что это огромный объем работы Которую я делаю Ну, после своей основной работы Там час сегодня, час завтра, час послезавтра Пока я ее не закончу Потому что меня Я бы в жизни это не делала То есть реально вертела на собачьем хвосте Вот эти действия Это отнимает мое драгоценное время Но мне нужно это сделать Потому что мной руководит страх Если я этого не сделаю Они придут и увидят У меня будут штрафы Ко мне будут применены санкции Ко мне здесь будут относиться Не так хорошо, как сейчас И, ну, вы знаете, да Что моя семья Вот это вот все Это самое главное в моей жизни И я ее буду оберегать Поэтому у меня, в принципе Многое построено на страхе Многое, что я делаю Построено на моем личном страхе За свою семью Многие боятся за себя Ну, то есть у кого Кто в приоритете, да За того вы и боитесь Кто-то за детей Кто-то за мужа Кто-то за... Вообще за семью Кто-то только за себя Это все нормальная Нормальная и абсолютная ситуация Но со страхом все понятно К сожалению, никогда Нет, не никогда Иногда страх Может вас мотивировать На достижение глобальных Отложенных целей Но это совсем надо Вот как меня, наверное Чтобы вас там Заторитировали всячески Или чтобы у вас было столько всего Над чем вы трясетесь Чтобы мотивироваться страхом На достижение чего-то Вот очень глобального Очень далекого Там через... Чтобы у вас было Через несколько лет Но в основном На страхе Это какие-то сиюминутные Такие не очень важные дела Которые все равно Вам приходится делать Второе чувство Не надо, пожалуйста Тянуть плед Второе чувство Это гнев Гнев как мотиватор Работает только тогда Когда... Пока он есть в вас Если вы вспыльчивый Но легко остывающий человек Гнев не будет вас мотивировать Практически ни на что Ну, разберем, да Недавнюю ситуацию с Машем Меня мотивировал гнев На всю вот эту борьбу С блокировками постов Удалением постов Выхода на главного редактора И так далее Тому подобное Ровно до того дня Пока мой гнев не прошел Мне просто стало параллельно На эту ситуацию Ну, не так, чтобы... Прям я ее не забыла Я ее отложила в голове Я поняла, какие последствия Она поимела Я сделала свои выводы из этого Но я ее, ну, можно сказать, да Последние два дня Уже не держу в голове После того, как я поговорила С главным редактором Она послала меня на три буквы Я подумала, что это такая гниль Что все Ну, то есть, хватит Можно было бы идти дальше Но мне не хватило гнева Соответственно, мотивации не хватило На то, чтобы там вот Действительно разжигать Какую-то масштабную судебную тяжбу И ездить, доказывать Тратить нервы Ну, мне просто это было уже не надо То есть, если понадобится Я это сделаю Но, опять же, сейчас нет такого вот Внутри клокотания Чтобы этим заняться дальше Следующее чувство Это, конечно, влюбленности И про него Ну, не надо, пожалуйста Вот она подошла И есть траву Ровно под штативом Спрашивается, зачем Неужели вот на гектаре Не хватает травы Влюбленность, о которой я писала Пост И здесь я очень кратко скажу Что влюбленность вас мотивирует Всегда очень сильно Но в основном Это обращено на какую-то внешку Ну, иногда Это всегда обращено на себя Но не на достижение Каких-то глобальных целей Не на покупки там Дома, машины, квартиры И всего прочего А на самосовершенствование У всех это происходит по-разному У кого-то это вложение чисто в фасад У кого-то это вложение и в фасад И во внутрянку Ну, по-разному происходит Опять же, обе стратегии Имеют место быть И это нормально Абсолютно Влюбленность в проходе Это вы, значит Либо остаетесь в нынешнем состоянии Духотворенном Но уже прекращаете Какие-то такие активные действия Либо же Все возвращается на круги своя Но это уже совсем отдельная тема Значит Все, что касается долгосрочных целей Цели на чувствах не строятся Строятся на других моментах мотивации О которых я буду говорить дальше Почему происходит это не на чувствах? Потому что достижение глобальных целей Это большое удовольствие Но вы его еще никогда не испытывали То есть вы знаете, что у вас есть глобальная цель Давайте будем рассматривать мой любимый пример Покупку, например, дома Я выплатила кредит сегодня за свой дом в деревне В котором я не живу Но он мне понадобится Для моей семьи Опять же, значит Ну это не тот дом, о котором я мечтаю Давайте рассматривать покупку дома Вот вы хотите купить дом Да, вроде бы хотите И У вас нет такого сильного чувства Чтобы его купить То есть Нет сильного чувства Вы знаете, что вам его хочется купить Но вы не знаете Ваш кайф от того Что вы будете испытывать Когда вы его действительно купите Вы никогда не испытывали этих эмоций Поэтому вы даже не можете себе представить Но вы можете себе представить Чтобы быть очень счастливы Старайтесь это себе представлять И максимально часто Вот это вот ощущение в себе Отмечайте Да, ощущение счастья Вы представляете себе ваш дом Там все, что вам нужно Все, что вам нужно Вашу работу Достижения по карьере И вы прям прочувствуете То, насколько вы от этого счастливы Это Ну не всегда будет коррелироваться С тем, что вы действительно почувствуете Когда этого достигнете Но это вам поможет Но Вот это все Вот эти все чувства Это вторичка Потому что первичка Конечно, дисциплина Если бы все было так просто То у всех все бы было Потому что если бы достаточно было Себе представить свое чувство счастья И включить дисциплину У всех бы все было Да Все бы всего достигали легко У нас есть куча ограничивающих факторов Куча просто Вот у меня шпаргалки Сейчас я ее снова открою Ни разу не подглянула Сейчас уже пора Которые ограничивают вас В достижении этой цели Так То есть Есть чувства, которые вас тормозят Это страхи Но как раз таки страхи Которые не двигают вами Отормозят вас Они заставляют вас Остановиться и сказать Не сейчас Страхи Это усталость Прокрастинация И еще куча всего Но первое, конечно, лень Минуту Лень Когда вы говорите, что вам лень Это значит, что вы либо не хотите На самом деле того, что у вас есть И вы думаете, что Ну, было бы неплохо, если бы это было Но если этого нет Ну, не страшно Я же живу так А второе Это вы хотите не того На самом деле И это самое важное Наверное, из всего Что я сегодня буду говорить Потому что Когда я говорю Что Ну, точнее так Да, вы хотите дом Кому-то дом Кому-то дом нужен для статуса Кому-то для удаленности Да, для изоляции Кому-то, может быть, для бизнеса Чтобы везти оттуда бизнес И не ездить на работу Кому-то нужен дом для того, чтобы уехать от родителей Или от родственников Кому-то просто нужен дом Потому что у него нет своего жилья И Это не про дом Это про статус Про безопасность Про нежелание жить с родителями С родственниками Про бизнес Про все Кроме как про дом Если вы себе возьмете И напишите ваше желание на бумажке Горилл Готовьте тетради Для того, чтобы вы взяли И написали себе ваши мечты Что вы хотите Вы хотите Я смотрю просто собак Иногда я отвлекаюсь Что вы хотите Получить Чего у вас не хватает Обычно люди выражают То, что они хотят Именно в материальных вещах То есть Человек хочет дом, машину Мужа, детей Богатство И он себе Ну, то есть Это все материализация Меня опасил комар Материализация На самом деле Других потребностей Я советую Отнестись к этому Очень внимательно Потому что Даже у меня Моя мечта Которую я написала Вчера в сторис Купить 100 гектар земли И чтобы вокруг Было 700 гектар леса И чтобы я так затерялась там И чтобы у меня был там Дом из дерева и стекла Эта картинка Которую я держу перед глазами Это была моя мечта Ну, может, она и остается Я просто еще не переосмыслила ее Ну, в общем, вот была такая картинка Про что эта картинка? Вот если вы говорите Вот такое другому человеку Это другой человек думает Ну, она хочет богатства Наверное На самом деле Я хочу не богатства Абсолютно У меня дом из дерева и стекла В окружении 700 гектар леса Это только про изоляцию И власть А изоляция и власть Мне нужны То есть Одна мечта Две стрелочки Изоляция и власть А вот это вот Еще раз объединяется В еще одну стрелочку Под названием Безопасность Потому что я хочу Изоляция Это значит, что я Мы живем в мире нездоровых людей Агрессивных Злых Больных Которые Ну, особенно если вы занимаетесь чем-то таким Чем-то таким Я имею в виду собаками Которых полмира любят Полмира не любят Да? Полмира любят животных Полмира не любят Ну, в общем И, соответственно, у нас общество Агрессивное Безнаказанное И, конечно, я боюсь за них За всех Конечно, я боюсь за них За всех Я боюсь, что мою локацию Знают или узнают люди Которые могут приехать Кинуть что-то через забор Ну, вы понимаете Что вам это все объяснять Это абсолютно нормальная ситуация Когда ты боишься За смысл своей жизни Да? Ты оберегаешь Соответственно Вот эта вот мечта Зажиточная Там, 700 гектар И Это Только про изоляцию Только чтобы затеряться Только чтобы было сложно доехать Чтобы было сложно найти И идентифицировать Вот это все Дальше, да? Разбираем дом Из дерева и стекла Но это значит Про пафос Это про статус Это про то, что она хочет богатства Нет Для меня Дорогой дом Это означает Что у меня много денег А деньги Это всегда власть Я хочу власть Чтобы не бояться никого Если бы мне Не принципиально была власть Я представляла бы себе шалаш Ну, вигвам Но Вигвам можно Стереть с лица земли Просто одним движением руки И это вообще не про безопасность Согласитесь Это 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 про что-то другое И меня Это никогда не прольщало Я хочу Чтобы у меня был крепкий фундамент Что Я была бы уверена в том Что Я всегда защищена Там Всесторонне Я смогла бы спокойно жить Потому что Поверьте Жить В постоянных Каких-то переживаниях Это очень сложно И как раз Вот это одна из Таких крайних ситуаций Когда чувство Дискомфорт Дискомфорт Там Какой-то страх И что-то еще Мотивирует на исполнение глобальных желаний Но Опять же повторюсь Что так происходит Не всегда Значит Я вам сказала сейчас Про лень То есть Когда вам лень что-то Когда Ну Надо бы сделать Но лень Это значит Что Вы Либо Не хотите На самом деле Этого Делать Достигать Вот этого Вам и так хорошо Либо Вы хотите Чего-то не того Но вам нужно Обязательно Проанализировать Чего вы хотите Прямо Выписывать на бумаге И задуматься Над этим Для чего нужен муж Да Например Для чего Нужно съехать От семьи Что вас Там Гложет Пилит Грызет Что вам не нравится Что приносит вам Дискомфорт Конкретно вам Почему вы Не счастливы В данной ситуации В которой вы Находите Тогда Возможно Вы поймете Что вам Не нужен дом А нужно Что-то другое Точно так же Как я поняла Что этот дом мой Меня не спасет От моих переживаний Что Ну это вообще Очень трагическая ситуация В моем случае Что В любом месте Пока существуют Те за кого я боюсь Я буду бояться За них Вот Ну опять же Говорю Это очень частный Случай Такой На моем примере Вообще Очень сложно Все объяснять Потому что Я не соответствую 99% Людей И образу Их жизни Так Я бы сейчас Заглянул В шпаргалку Да Да Так Дальше Усталость Ну тут смотрите Когда вы говорите Я устал Я точно так же Себе говорю Каждый вечер Блин Я устала Я не могу Я не хочу Я много сделал Сегодня И я не хочу Больше делать Ничего Когда вы говорите Глобальную Какую-то уборку Пока он все Не уберет Он не остановится Он в ночь уйдет Он с фонарем Это будет делать Он это будет делать Потому что он начал Хотя секунду До начала Он говорил Ну нахер Это все Я устал Я не хочу Ничего Но потом Бац Что-то Перещелкнуло Я не знаю Его механизмов Я знаю Свои И он начинает Это делать Энергия Рождает энергию Вы не можете Просто взять И бросить Ну в основном В основном В основном Вы начинаете Когда И уже продолжаете Я так пишу посты Я когда Погулял У всех собак Всех покормила Капаю собаку На капельнице Потом я села Отработала Сделала Какой-то массив Фотографий Может быть немного В зависимости от того И потом Значит дохлая Ложусь на кровать Говорю себе Я сегодня Столько сделала Я не могу больше Я устала Что взяла Вот так вот Но потом Я вспоминаю Какая у тебя Глобальная цель У Даши Глобальная цель Такая-то Развить блок Вот этот вот Сейчас я тоже Развиваю блок Методом ведения Твоего эфира Хотя я очень устала Какая у вас цель Какая у тебя цель Значит Я Да Такая Что ты сейчас Делаешь для этого Я такая Ни хрена Я ничего Для этого не делаю Сейчас не хочу Я хочу включить Инстаграм Это просто Втыкаться В других блогеров И думать Какая у них Классная жизнь И завидовать им Хотя с завистью К блогерам Я уже давно Разобралась Когда осознала Что там Ну там Жил у нас Все поголовные Миллионеры Там В 17 лет И Ну я поняла Что у меня Тоже достаточно денег Просто я их не вижу И вкладываю Ну не в себя А там В своих Животных Но по сути У меня нет Каких-то таких Прям глобальных проблем И я представила себе Себя на их месте Да Я порой вижу Их чистые Красивые квартиры Там белую мебель И большие окна И солнечный свет Там и шторы И весь этот вот Какой-то уют Какой-то комфорт Ну или там Оооо какой комар был Ну или какие-то Блогерские интерьеры Я думаю Блин Круто Классно Красиво Хорошие фотки были бы А потом я представляю себе Надеюсь они не врежутся в меня Что я живу такой жизнью Мне становится очень скучно Потому что без собак Я не могу себе представить Вообще Ну то есть это не моя Соответственно С чего я начала Сейчас Говорить это А по поводу значит усталости Итак значит Я устала Но Здесь Какой играет Момент Что во мне может Перещёлкнуть Это здесь три Сразу Сразу Три пункта Каким образом Я могу себя мотивировать Будучи очень сильно уставшей Хотя бы что-то сделать Написать Например Пост А пост написать На чате Это Я думаю Что мне кажется Ну что каждый Кто пишет посты Но не про собак Я имею ввиду Про собак Там снял собак Прокомментировал Что происходит на видео И всё Пост готов А какой-то осмысленный пост Который спровоцирует Обсуждение Комментарии И вообще будет интересен людям Его будет Нормально прочесть И человек там Не закроет Не отпишется от вас После этого Не скажет Что за фигню Я прочитала Как скучно И так далее Но для этого Нужны какие-то моральные силы Особенно если вы дофига устали И у вас нет никакого ресурса Значит на меня действуют Три вещи Сначала вы себе представляете Зачем вам это Что вам нужно сделать Вам нужно начать обучение Или найти вакансию Для этого Вместо того Чтобы смотреть на блогеров Вам нужно Открыть биржу труда Это всё вычитывать И так далее И тому подобное Значит вам нужно сделать Что-то маленькое Приятное для себя Что даст вам Исходную энергию Ну вспоминаем Наши помадные выходные И пойти накрасить губы Мне куча девушек И женщин уже написала Что Даша Как оказывается Это мотивирует Я сама не знала Что это мотивирует Но когда люди Видят себя В каком-то другом ключе Даже не более красивым Но другими И нравятся себе Это их подстёгивает Как-то изнутри Этого уже достаточно То есть если вы очень устали И ваша проблема Это усталость Не страхи там Не лень Не непонимание Что вам надо А именно усталость То возьмите Сделайте один маленький жест Ну накрасьте губы Например Или сделайте То что вам приятно Что-то Наверняка это есть В конце концов Ну съешьте вы конфету эту Съешьте вы этот пирог И после этого Вы улыбнёте себе И у вас появится Чуть больше сил Используйте пожалуйста Этот момент на то Чтобы сразу начать делать То что вы не делали То есть то что вы хотите Для достижения вашей Большого плана Большой цели Большой мечты То что вам нужно То есть я накрасила себе губы Могу и пост написать Вот так получается Тоня Супер Тоня записалась К парикмахеру И сегодня ей написала В директ Пойди забежись Молодец Я рада за тебя Так Значит что дальше Вот ко мне здесь Такая большая Хитроморда подошла Она вас пока Поотвлекает Пока я смотрю Свою шпаргалку Да и возьмите пожалуйста Ставаться себе это в привычку Это вам очень сильно поможет Потому что если вы каждый вечер Будете себя Останавливать тем Что вы очень сильно устали То вы никогда не начнете Если вы возьмете в привычку Делать что-то приятное Для себя И провоцировать Вот эту вот энергию И потом обязательно Себя хвалить за то Что вы сделали Потому что О какое это удовольствие Все-таки вы сделали это То есть вы были на последнем Из дыхания Вы просто умирали Но вы все равно Нашли в себе силы Сделать это И сегодня день Точно не прошел зря Не для ваших Сиюминутных Каких-то мечт Не для ваших Здесь с этой стороны Тоже собака Если я вам сделаю Вот так Вы их всех увидите Не для ваших Долгосрочных планов Сейчас По поводу И в метро Предложили секс Я хочу сказать Вспомнилось что-то мне Когда я Работала на Мосфильме Еще стажеркой Работала У меня была практика На Мосфильме Да, стажеркой Когда я была И я такая вся Нафуференная ходила Как Я вам рассказывала Показывала Как это Овердекорейтед Стайл Да, был Ну как сейчас Примерно Только там еще были Очки Такие И куча колец Кольца Значит О, я нашла Это кольцо Я вам покажу Свое самое любимое Кольцо Самое любимое Мне мама прислала Там еще куча цепей Всякая страза В общем Тогда ко мне Как-то в метро Подошел мужчина И сказал Вам нужен партнер? Я сказала Нет Он сказал Ну может быть Мы смогли бы С вами встречаться Иногда Я бы вас Хорошо и щедро Благодарила Боже мой Что за пипец Ну вот Мне было тогда Лет 20 Так Ладно Значит Так Я подглядываю Шпаргалку Секунд Три секунды Смотрим на хаски Да Я говорила Про три Метода Себя подстегнуть Первый метод Это сделать для себя Что-то приятное Второй метод Это мотивационные фразы Которые работают На любой организме Если вы просто не умираете Ну то есть Если вы совсем умираете То вам надо Уже умирать Да Если вы еще Не до конца умираете То в принципе Эти две фразы Работают на любой организм Это Первая фраза Это оставайтесь в жопе Ну то есть Да Как Оторвать Задницу от дивана И ничего не делать Как себя замотивировать Не ну не хотите Оставайтесь в жопе У меня всегда Вот всегда На меня это работало Ну Окей Сегодня ты не пишешь пост Остаешься в своей жопе Окей Ты это принимаешь Главное понять Это принять Да Но Лично у меня От этой фразы Сразу идет Обратная реакция Я не хочу оставаться в жопе И не буду оставаться в жопе Значит И вторая Сентенция Я не знаю Как это называется Да Реплика Для меня Которая работает на меня Ну так как я зациклена На своей семье Это Делай все Для своей семьи И Это вот Лучше не Ну Да Лучше не поспать сейчас Чем Точнее так Лучше не поспать сейчас И получить все Чтобы Спать Сколько ты хочешь Потом И ни о чем не беспокоиться Что касается Что касается Семьи У меня Будет на Вот этом плече Же татуировочка Да С лесой И она как раз Будет про настоящее Про жизнь Да Про Мотивацию И про все И у меня там будет фраза По поводу семьи Фраза Кстати говоря Из сериала Медичи Еще из первого сезона Где Козима Медичи Говорит своей жене Что иногда нужно Выйти за пределы Ради семьи Нужно выйти за пределы жизни Ну то есть Иногда нужно Пожертвовать своей жизнью Для счастья Своей семьи Эта фраза На меня произвела Огромное впечатление В свое время Я еще не знаю Как именно я ее интерпретирую Но мне нужно обязательно Ее запечатлеть На своем теле Чтобы постоянно помнить Это максимально Мотивирующая меня фраза Что Иногда Нужно пожертвовать Собой Ради своей семьи Это очень важно Ну Я имею ввиду Это Это может работать На тех Для кого Так важна семья Как для меня Если вам важны Вы сами Вы можете Как раз Использовать Вот этот вот тезис Ну тогда Оставайтесь в жопе Как себя материть Да никак Оставайся в жопе Это кто-то Лебедев По-моему сказал Я не помню Так Дальше Дальше Страхи Да? Страхи Страх измелений Страх ответственности Вот у меня выписаны Два ваших Очень популярных ответа Что не дает вам Достигать ваших целей Страх Изменений И страх Ответственности То есть Здесь страх Уступает мотивации Для вас Не делать Потому что Вы не знаете Как на самом деле Обернется для вас Ваш результат Можно вот этого Не делать сейчас Бороться со страхами Я считаю Можно и нужно Со всеми Но это Немного Другая Тема Я единственное Что скажу Можно пожалуйста Договорить Зай Единственное Что я вам скажу Что попытайтесь Тогда Задавать себе Такой вопрос Вот вы достигли Чего-то маленького Разбили свою глобальную цель На эпизоды На этапы Так все рекомендуют Делать Это нормально То есть у вас есть Глобальная цель Вы разбиваете ее На какие-то части Достигаете сначала Первой ступени Потом второй Потом треть И так далее Значит Когда вы достигли Ход чего-то Из этой цели Вы спрашиваете себя Страшно было Я представляю Что сейчас будет С моим макияжем Вы спрашиваете себя Страшно было И отвечаете себе Нет, не было Все окей Значит можно продолжать И так После каждого этапа Вы задаете себе Этот вопрос Например Вы хотите вести блог Но вам страшно писать Вам страшно написать пост Вы берете Мотивируетесь Наконец-то писать Этот пост Пишите этот пост Задаете себе Вопрос Ну что, было страшно? Господи Там какой-то кошмар Говорите себе Нет, не было Если Вам точно уже не страшно Когда вы это сделали Но вы могли Пожалуйста Не сейчас Но вы могли Допустим Не получить ту реакцию Людей Которую На которую Вы планировали Допустим Вы хотели 50 комментов У вас 3 Значит вы анализируете Спокойно Спокойно анализируете Что у вас не получилось Например Вы написали скучно Если вы написали скучно Вы можете Пойти на курсы По копирайтингу Пройти бесплатный марафон По копирайтингу Подписаться на копирайтеров В инстаграме Которых просто трели арт Читать их тексты Или просто подписаться На интересных блогеров Которые классно пишут Выписывать себе Выражения какие-то Да И Когда я учила английский Для меня было важно Это гонщая Сейчас побежала За бабочкой Для меня было важно Выучить не Какие-то Определенные связки И слова Ну просто Чтобы изъясняться Я учила речевые обороты Я кайфовала От красоты Речевых оборотов Я себе их выписывала Господи Она бегает И реально ловит Ротом бабочку Главное Чтобы она на меня Не села Вот точно так же Вы делаете с текстами Если вы не знаете Как писать красивые тексты То вы просто берете И читаете Выписываете себе В тетрадку Заводите блокнот Классные обороты Речевые Еще я брала Когда я писала Дневники Когда я писала Режиссерский сценарий К операм К либретто Когда я писала Рассказы И стихи Все было В моей молодости Вообще У меня была тетрадь Я брала Словарь Ожогова Я надеюсь Я сейчас правильно Произнесла Его фамилию И выписывала Туда странные слова И выписывала слова Которые я не знаю Куча слов А после На основании этих слов Я писала текст Просто себе В дневник Какой-то текст Я училась их использовать У меня был один рассказ Который весь состоял Из таких слов Которые я сейчас уже забыла Реально Но я В какой-то момент Это мне было нужно Я это знала Учиться можно всему Вы написали свой пост Вы получили 3 комментарии Вы проанализировали Что пост был говно Окей Мы не останавливаемся на этом Мы сейчас напишем гораздо лучше Потому что Подучимся немножко Потому что Вот у нас база выписанная Мы сейчас ее используем И напишем классный пост Плюс не забудем еще Поинтересоваться мнением людей А то вдруг Вы забыли вообще В конце поста Задать людям вопрос По поводу достижений и страшно Я сказала Делаем полпункта Страшно? Не страшно? Идем дальше Делаем еще чуть-чуть Страшно? Не страшно? Идем дальше Сегодня мне написал парень Он сказал Как классно вы живете Я хотел бы так же Я про себя подумала Дурачок Ты вообще ничего классного То есть очень тяжело Я сказала Вы молодец Ты даже видите как я Написала я как-то так Он сказал Мне страшно Я сказала Ну я же смогла Дальше я не читала Что он написал Потому что я вышла к вам в эфир Но по сути Что я могу ему предложить? Если действительно человек хотел бы То он мог бы начать с малого Как я Взять бы 7 собачек в семью Да я вас уверяю Что если у человека Есть это желание Есть ответственность Он справится с умею с собаками И поймет как ему двигаться дальше То есть он бы взял там Одну-две собаки Задал бы себе вопрос Ну как я справляюсь Мне страшно Мне нормально Мне комфортно Или как Дал бы себе честный ответ Вообще нет Тяжело Я не потяну третью Или да вообще классно Можно третью-четвертую Сейчас взять попробовать У меня все получается Взял бы третью-четвертую Вот только так Просто иногда может быть Ваша цель вообще не цель Ну то о чем я говорю Что если допустим Человек вдруг Ну да Поймет что это не его Он остановится вовремя Просто собаки и блог Это немного разные вещи Если вы очень хотите блог Если вы мотивированы Зарабатывать так То вы всегда можете научиться Да Собаки все-таки это живые организмы И если человек сразу поймет Что это не его То слава богу Что он примет решение Этим не заниматься Но вообще Ну то есть сдаваться нужно Только тогда Когда вы понимаете Что вам этого не нужно Если вы понимаете Что вам это очень нужно Но тяжело справиться То ищите варианты Как справиться Потому что без этого Жизнь будет не жизнь Без этого будет плохо Без этого будет куча Нереализованных ожиданий И ну вы не сможете сказать Что я счастлив Ну если конечно не найдете счастье в другом Но опять же у каждого Своя индивидуальная ситуация Но согласитесь Что если вы точно понимаете Что это ваше Но вы пока не знаете путь То я вам скажу Какой путь Путь обучения Путь труда Путь борьбы с ленью Дисциплина И использование Каких-то маленьких приемов Для достижения Вот этих ваших целей Это вообще звучало Сейчас как конец эфира Но мы только на середине По-моему я уже много говорил Так Значит Дальше Чувство что завтра будет То же время Написали То есть Почему вы не делаете сегодня Почему вы не достигаете Ваших целей У вас постоянно есть чувство того Что завтра будет На это то же время А сегодня можно отдохнуть В принципе Это про лень И ну то есть Это та же самая прокрастинация Которую тоже все Отметили И это То же самое То есть Что Или вы Добиваетесь Не того Чего вы хотите Да Или вы просто Этого не хотите Вот когда у вас Есть чувство того Что завтра будет То же время Значит Просто не хотите Ну Если это действительно Не усталость Не страхи Не что-то еще Если это действительно Ну такое Да То вы просто не хотите Дальше Очень важно Нет поддержки Мне пишут Нет поддержки Никто не верит Здесь Ребята Люди Очень хотят Чтобы вы не отличались От них Они не хотят Чтобы кто-то Выделялся Среди Других людей Потому что Людям некомфортно От того Что вы достигли Больше От того Что У вас Сбылась мечта От того Что вы живете Как-то не так От того Что вы ярко Накрасились Красиво оделись От того Что вы вышли замуж От того Что вы что-то купили От того Что вы открыли бизнес Людям некомфортно От того Что вы блогер Блин Им от всего Некомфортно Потому что Вы В их глазах Отличаетесь От них И соответственно Все Что они хотят Это Вас Обратно вернуть Да В свою трясину Обратно К сожалению Очень часто Так делают Родственники Потому что Это люди С которыми Вы общаетесь Ну Ближе всего Да Чаще всего Постоянно Практически Общаетесь Или друзья Так тоже делают Это не делает Их Плохими людьми Они Я думаю Что они делают Это просто На подсознании Ну Может это Вшито В программу Под корку Каждого человека Что Все должны быть Ну Как все Да Поэтому Очень тяжело Воспринимаются Люди Которые Не как все В них Ищут Подвох Обман Ну А в чем там Их начинают Гнобить Ну почему Появляются Хейтеры Потому что Они не готовы Смириться С тем Что этот человек Достиг больше Их Или он Отличается Только Поэтому Я бы даже Не сказала Что они Прям Все 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 Злые Люди Они Просто Не могут Смириться С этим Вы согласны Со мной Напишите Мне в чат Согласны Или вы Со мной Потому что Мне кажется Что это Прям Какая-то Основа Основа Существования В социуме И когда Вы Выделяетесь Вы Этим Бесите Определенное Количество Людей Это Нужно Быть Очень Сильно Эмоционально И интеллектуально Возвышенным Человеком Чтобы Понимать Не осуждать И принимать То Что Некоторые Люди Будут Выделяться Они Могут Быть Даже Круче Вас Или Они Будут Выделяться В совершенно Другой Сфере В отличие От вас Но Они Будут На виду Они Чего-то Достигнут И Они Молодцы Нужно Прям Очень Сильно Прокачаться Чтобы Не Завидовать И Воспринимать Их Победы Как Нормальный Факт Соответственно Когда вам Говорят В вашей Семье Что Ну Не Начинай Не Делай У тебя Не Получится Да Нафига Тебе Это Надо Очень Часто Звучит Нафига Тебе Это Надо У тебя Все Хорошо У тебя Все Есть Зачем Ты Едешь В Глуш Зачем Тебе Пятидесятая Собака У тебя Что Тебе Сорока Девяти Не Хватило А Зачем Все Это Означает Только То Что Люди Хотят Вас Вернуть Обратно В мир В котором Они Привыкли Жить А Когда Вас Если Еще Не Дай Бог Начнут Хвалить За то Что Вы Делаете То Все Это Пережить Вообще Очень Сложно Тяжелая Тема На самом деле То есть Во Первых Возьмите Мою Модель Поведения Делать На Зло Я Конечно Не Делала На Зло Вот Это Все Я Делала Потому Что Я Знала Смысл Своей Жизни И В конце Концов Поняла Как Его Воплотить На Зло Я Делала Какие-то Вещи Сиюминутные Опять же Игорь Знал Что Мне Никогда Нельзя Говорить Что У Тебя Не Получится Я Уже Рассказывала Эту И Расскажу Вкратце Когда Он Не Смотрительно Скал Что Тихо Тихо Что Тихо Пожалуйста Попасть Телевизионным Оператором Ну Просто Передачи Снимать Да У Тебя Не Получится Попасть Потому Что У Тебя Нет Связей Там Ну И Я Там Тебя Не Буду Устраивать Грубо Говоря Вот Самой У Тебя Не Получится Тебя Попасть Хоть Ты Тридцать Раз Талантливая А Я Сказала Получится И Я Делала Это Пока Меня Не Взяли А Когда Меня Взяли Я Послала Их Я Вертанула На Хвосте И Сказала А Мне Уже Не Надо Я Нашла Другую Работу Мне Просто Нужно Было Доказать Это Себе Ему Доказать Надо Было Что Я Могу Это Сделать Ну То То Есть Это Была Вот Это Именно Мотивация Делай Назло Когда Тебе Говорят Что Вы Не Сможете Нет Вы Сможете Вы Докажете Это И Покажете Всем Нет Что Вот Я Такой Крутой Сейчас Вот Вы Меня Понимаете Что Красная Тряпка Как Флажок Что У Тебя Не Получится Зря Ты Это Сказал Это У Меня С Продолжение Этой Темы Но Почему Это Уехало В Одиннадцатый Пункт Блин Ладно Я К нему Вернусь Чуть Попозже Может Придется Что Чуть Повторить Дальше Пункт Да Вы Мне Писали Страшно Потратить Ресурсы И Не Получить Желаемого Ну Так Значит То Есть Вы Начинаете Что-то Делать И Вы Не Начинаете Делать Ничего Потому Что Вам Страшно Не Получить Желаемое Здесь Есть Такая Стратегия Поведения Вы Должны Если Вы Не Начнете Вы Точно Не Получите Да Сто Процентов Ноль Ноль Если Вы Начнете Вы Или Получите Или Не Получите То Есть У Вас А Может Быть Нолик И Я Вам Советую Нифиг Раньше Времени Ложиться И Привыкать К Земле То Есть Если Вы Хотите Если Вы Хотите Чего-то То Пробуйте Если У Вас Не Получится То Вы Найдете Вариант Как Сделать Так Чтобы Получилось Запомните Если Вы Боитесь Что Не Получится И Страх Настолько Сильный То Проанализируйте Как Во Это Всегда Должен Ставить У Вас Вопрос Прежде Чем Вы Что Будете Делать Почему Точно Либо Хотите И Этого И Точно Либо Вообще Точно Либо Этого Хотите Конкретно Этого Либо Хотите Чего-то Другого А потом Если Вы Совсем Страшно Начинаете Подумайте Может Вы Начинаете Как Не Так Может Есть Какие Способы Другие Начать То Есть Опять Ж Начать Бросить Там Как Очень Многие Я могла бы Сейчас Простите Свой Пример Но Он Вам Не Актуален Очень Многие Хотят Начать Зарабатывать На Хобби И Люди Не Очень Умные Им Советуют А Ты Бросай Сейчас Работай Начинай Ну То Уходи С Работы И Все Начинай У тебя Все Получится Это Тоже Какая Мотивация Но Иногда Свою Работу Ему Страшно Расстаться С прошлой Жизнью И Начать Что-то Новое Вдруг Не Будет Денег А У Ребенок Квартира Съемная Как Я Буду За Это Платить Очень Страшно Поэтому Вы Подумайте А точно Вам Надо Бросать Работу Чтобы Начать Зарабатывать На Хобби Или Все Так Вы Найдете Еще Один Лишний Час Суток Да Может Вы Сейчас Когда У Вас Нет Того Чего Вы Хотите Это Работа Над Собой Это Дисциплина И Это Преодоление Препятствий То есть Все Вот Эти Приемы Которые Нацелены На То Чтобы Вас Мотивировать Что-то Сделать Для Себя Хорошее Они Будут Работать Если Вы Будете Применять И И И Но Они Не Будут Работать Если Вы Ленивая Скотина И Просто Ничего Не Хотите Если Вы Ленивая Скотина И Ничего Не Хотите Вам На самом Деле Ничего Не Надо Вы Можете Себе Позволить Жить Так Как Вы Хотите Жить Не Делая Ничего И Это Нормально Почему И Кто Решил Что Нужно Достигать Чего Невероятного Каких Супер Высот Почему И Кто Мог Сказать Что Лежать На Бояться Начинать Это Это Адекватная Реакция И Вам Нужно Понять Чего Именно Вы Боитесь Сделать Первый Шаг И Если Вы Сделать Его Что Потеряете Сто Процентов Потеряете Ну Или Вы Просто Боитесь Какой Реакции Окружающих Там Опять Что У Вас Не Получится Сделать Этот Первый Шаг Что Вас Повлечет За Собой Какие-то Необратимые Последствия То Вы Бросите Работу Уже Не Сможете На Нее Вернуться То Задумайтесь Об Это И Задумайтесь О том Как Сделать Первый Шаг Так Чтобы Не Потерять Того Что У вас Есть Уже Это Очень Важно Это Оставит Вас В Стабильности Хоть В Какой То У У Нас Тоже Была Такая История Когда Был Кризис И Как Раз Урезали Зарплату До Десяти Тысяч Рублей И Все Поувольнялись Резко Ну Там Вся Команд Видеоинженеры Световики И Скажут Че Одурели Что За Десять Ты Работать Никогда Не Буду Пошли Вы Нахер И Ушли А На Слежий День Они Обзвонили Всех И Сказали Все Занято Нет Место Ребят Кризис Вы Че Какая Работа И Они Стали Звонить Обратно И Спрашивать А Можно Мы Вернемся На Свою Должность Так Там Уже Все Было Забито Теми Кто Готов Был Работать За Десять Тысяч Рублей Они Просто Стояли У Двери Они Ломанулись Как Только Люди Уволились И Заняли Эти Вакансии И Те Люди Которые Уволились И Не Были Готовы Я Понимаю Это Кризисная Ситуация Но Тем Не Менее Пример Они Лишились Всего Они Не Смогли Найти Ничего Мне Звонил Человек Который Работал На РБК И Спросил Даша Что Ты Сейчас Делаешь Был Кризис Я Сказала Я Живот Снимаю Я Тогда Ездила Я Ехала В автобусе Ночью Нагруженная У меня Просто Комара Часто Нагруженная Вот Эти Все Аппаратуры У меня Был Штатив Я Весь День Провела На Ногах У меня Был Рюкзак У меня Была Сумка Целлофановая С Картонной Коробкой В которой Лежал Светительный Прибор Я Ехала После Пятого Котенка Которого Я Снимала За Эти Пресловутые 300 Рублей Вообще Никакая Он мне Звонит На Телефон И Спрашивает Что Ты Делаешь Даша Сейчас В Кризис Я Снимаю Животных Он Сказал А тебе Ассистент Не Нужен Я Сказала Нет Ну То 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 Надо Если Вы Хотите Чего Большего В Своей Жизни Делать Такие Шаги Которые Будут Для Вас Фатальными Могут Да Могут Быть Но Это Не Значит Что Не Надо Делать Никаких Шагов Делайте Шаги Которые Вам Не Навредят Хотите Зарабатывать На Хобби Начинайте Зарабатывать На Хобби И Только Потом Уходите С Основной Работы Я Всю Ничего Ну Вот Я И Пошла Значит Это Было Вживание Это Было Страшное Время Просто У меня Были Собаки Которые Привыкли Есть Акану И Ориджин Дикодорогой Корм У меня Была Съемная Квартира На Тот Момент Однушка Но Она Все Стоила Денег У меня Не Было Ничего У меня Был Фотоаппарат Дешевый С Настолько Все Было Плохо Да Настолько Все Было Плохо Я Могла Остаться В кино Я Уболилась Сама Я Могла Постаться В кино И Думать А чем Я Займусь И Как-то Начинать Развиваться Фотографии Одновременно Работая В кино Но Не В тот Момент В тот Момент Мне Уже Вот Так Все Это Было Я Не Хотела Снимать То Кино Которое Меня Заставляли Снимать Вот Вот Так Что Пишите О По поводу Того Что Чтобы Перестать Бояться Нужно Расписать Самый Ужасный Итог К чему Это Приведет Тогда Ты Будешь Готов Сможешь Не допустить Это Присмотреть Все Шаги Это Ну Это Рабочая Тема И Скорее Сего Для Всех Людей Практически Она Имеет Место Быть Я Согласна Просто Я Себе Представляла Самое Страшное Что Может Учиться Со Я Поняла Что Я Умру В Этот Момент Но Если Я Буду Терять Свою Семью Я Просто Умру Я Не Выдержу Ну Как У меня С С С Но В В Целом На Других Нормальных Людей Этот Тезис Очень Хорошо Работает Во Многих Наверное Случа Так Дальше Мне Пишут Что Чужие Цели Чужие Цели И Чужие Нужды Превыше Ваших То Есть Что Мешает Достигать Своих Мечт Мешают Достигать Своих Мечт Какие Чужие Нужды Нужды Мамы Нужды Ребенка Нужды Мужа Нужды Всех Кроме Вас Здесь Я Скажу Так Вот Это Ваш Осознанный Выбор И Вам С Этим Жить Или Бороться Или Принять Почему Я говорю Осознанный Выбор Потому Что Вы Это Осознаете Вы Пишите Сами Что Чужие Цели Не Позволяют Вам Достигать Ваших Мечт Значит Вы Это Понимаете Да Тут Дальше Другой Вопрос Вы Готовы Это Принять Навсегда Или Готовы С Этим Бороться Для Того Чтобы Бороться С Этим Вы Если Будете С Доминирует Над Вами Мужа Маму Там Да К Детям Это Не Относится В основном Дети Это Тоже Смысл Жизни И Если Скорее Сего Если Вам Цели Ваших Детей Мешают Воплощать Свои Цели То На самом Деле Скорее Сего Ваши Дети Есть Ваша Цель Вот А Если Вам Человека Вы Испортите С ним Отношения Так Дальше Кто-то Сделает Лучше Кто-то Сделает Лучше Вас Что Человек Останавливает От того Чтобы Достичь Цель Ощущение Того Что Кто-то Сделает Лучше Вас Кого-нибудь Есть Такая Проблема Из Тех Кто-то Сейчас В Останавливает Делать Хоть Что-то Значит Это Моя Проблема Тоже С Блогом Я Часто Не Пишу Или Не Могу Собраться Потому Что Я Знаю Что Кто-то Делает Лучше И Это Будет Всегда То Сейчас На данный Момент Кто-то Делает Что-то Лучше Вас И Одновременно Сейчас На данный Момент Вы Лучше Делаете Чем Кто-то То Сейчас На данный Момент Наверняка Есть Какая-то Девочка Которая Смотрит На Вас И Знает Что Вы Делаете Что-то Лучше Ее Точно Так же С Блогом Я Смотрю На Крутых Блогеров И Знаю Что Они Делают Что-то Лучше Меня Но Кто-то Из Моих Подписчиков Смотрит На Мой Блог И Считает Что Я Делаю Лучше Их Ну Потому Что Они Вообще Не Начинали Да Начнем С Этого Значит У Меня Осталась Одна Минута Я Сейчас Перезайду И Продолжу Эту Тему Я Прямо С Ни Начну Потому Что Я Вижу Что Здесь Есть Люди Которые Тоже Мне Писали Эти Ответы Привет Так Чуть Чуть Собираемся И Продолжаем Говорить Про Страх Что Кто Сделает Лучше Вас Я Вас Разочарую Но Кто Точно Сделает Лучше Вас То Это Нормально Что Кто Сделает Лучше Вас Точно Так же Как И Вы Сделаете Лучше Кого То Все Не Делают Одинаково Хорошо У всех Разный Опыт У всех Разный Навык Разный Уровень Обучения И Хорошая Новость Это Все Можно Поправить Восполнить И Повысить Квалификация Повышение Квалификации Это Вообще Квалификация В любом Деле Это Очень Официально Звучит Но Я Имею Ввиду Что Повышение Квалификации Касается Всей Нашей Жизни И Даже Нашей Бытовой Жизни В том Числе Повышение Квалификации В общении С вашими Родными Повышение Квалификации В содержании Собак Повышение Квалификации В воспитании Вашего Ребенка Все Это Я Просто Обобщаю Под словом Повышение Квалификации То есть Сейчас Абсолютно Точно Каждый Из вас Находится На какой-то Ступени Развития И Она Не Финальная Это Нормально Что-то Вы Делаете Лучше Другого Что-то Другое Делает Лучше Вас Вам Нужно Определиться С тем Что Вы Хотите Делать И Учиться Этому Я Конечно Очень Плохо Отношусь К критике Совсем Не Переношу И Когда Я Начинала Фотографировать И Мне Делали Первые Замечания По Балансу Белого Я Помню На Форуме На одном Писали Что Типа Все Желтое Фотки Классные На Все Желтое Я Так Нет У меня Не Все У меня Идеальные Фотографии Я Тогда Еще Не Умела Анализировать Даже То Что Я Видела На Самоуверенность У меня Была На Самых Высоких Позициях Но С тех Пор Я Постоянно Учусь Я Училась Тогда Когда Зарабатывала Много На Фотографии Я Училась Тогда Когда Ушла Из Фотографии И Пошла На Ретуш Я Учусь Сейчас Я Покупаю Плагины Если У меня Есть Возможность Деньги Я Покупаю Мастер Класс И Хорошо Что Люди У которых Я Покупаю Мастер Класс Очень Часто Знают О моих Собаках О моих Животах Делают Мне Скидки В конце Концов И Я Продолжаю Все равно Совершенствоваться Выходит Новая Техника Я Начну Ее Хотеть Навожделеть Я Знаю Что Она Позволит Мне Достичь Еще Каких Высот Которых Я Не Достигла У меня Была Всегда Проблема Я Никогда Не Выигрывала В Конкурсах В Некоторых Я Выигрывала Но Не В Тех Которых Хотела В То В В В Мероприятие Я Не Выигрывала В Конкурсах А Потом Мне Стало Плевать На Конкурсы Потому Что Те Люди Которые Выигрывали В Конкурсах Не Зарабатывали Столько Сколько Я А Моя Цель Была В Этих Конкурсах Выигрывать Для Того Чтобы Себе В Портфолио Добавить Эту Строчку Призер Международных Конкурсов По Фотографии Чтобы Свою Цену Поднять Мне Нафиг Не Нужны Были Эти Конкурсы Кроме Как Для Повышения Своей Цены Но Когда Я Повысил Ее Настолько Что Мне Стало Достаточно Мне Конкурсы Уже Не Понадобились Понимаете Поэтому По поводу Того Что Кто То Делает Или Сделает Что Лучше Вас Ну Ничего Страшного Пусть Делает Кто То Лучше Сейчас Но Они Достали На самом Деле Они Сейчас Грызут Вот Эту Руку Я Ее Подальше Отодвигаю Чтобы Они Грызли Где-то За кадром Теперь Значит Дальше Дальше Тихо Нет Нет Не прыгай На штатив Не надо Дальше Еще Значит По поводу Блогов И по поводу Того Чтобы Что-то Делать Или Не Делать Ничего Если Вы Не Будете Делать Ничего То Вас Очень Быстро Забудет Но Если Даже Многим Не писали У них Такая Проблема Они Вроде Как Ведут Блог Но Часто Начинают Бояться Стесняться То Что Кто-то Делает Лучше То Что Они Не Так Эффективны Пишут Как Другие Ну Разочарование В себе Как Происходит Я Вам Скажу Так Что Лучше Написать Никак Чем Не Написать Вообще Потому Что Если Вы Напишете Никак Может У кого-то Это Отзовется Ну То Если Вы Напишете Это Как То Недостаточно Хорошо Это Отзовется Возможно У Многих Пожалуйста Успокойся Сейчас Вы Будете Собой Недовольны Но Для Людей Которые Вас Прочитают Этого Будут Совершенно Адекватно Воспринимать Ваши Тексты А Вы Будете Собой Недоволены Вы Будете Учиться Если Вы Не Опубликуете Ничего То Вас Просто Забудут Вас Не Будут Читать К вам Не Будут Заходить Вас Потеряют Из Ленты Опять Я знаю Что Очень Многие Хотят Стоит Блогерами И Это Важно Важно Писать Важно Это Тоже Навык Когда Вы Что Пишете Вы Потом Анализируете То О чем Я Уже Говорила Вам Удалось Или Не Удалось А Если Не Удалось То Почему И Это Исправляете Совершенствуетесь Если Вы Не Делаете Ничего То Соответственно Вам И Анализировать Нечего Так И Одно Из Последних Значит Вот Кстати По поводу Непонимания Окружающих Которые Вас Заставляют У Опять Вписан Этот Пункт Наверное Потому Что Меня Очень Сильно Сметило Слово Заставляет Вас Нельзя Заставить Рабство У нас Отменили Давно Да У нас Нет Крепостных Уже Вас Нельзя Заставить Ничему Вы Можете Принять Эту Позицию Позицию Жертвы Позицию Там Рабства Да Или Не Принимать Я Понимаю Людей Которые Принимают В том Числе Когда Вас Заставляют Жить Не Своей Жизнью Скорее Всего Это Делают Родственники В основном Да И Это То есть Несмотря На то Что Вы Свободный Человек Вы Боитесь Сделать Больно Тем Кто Вас Любит Тем Кого Любите Вы Вы Боитесь Сделать Больно Поэтому Вы Не Делаете Того Что На Сам Деле Вам Нужно Это Очень Связано С Вопросами Поддержки Поддержка Это Всегда Хорошо То Есть В В моем опросе Был такой Пункт Что бы Вам Помогло Достичь Ваших Целей Прямо Сейчас Вот Какой Ресурс Вам Нужен Чтобы Достичь Ваших Целей Конечно Большинство Написало Деньги Я понимаю Что Много Выпирается В Деньги Но Меня Очень Расстроило То Что На Втором Месте Стоял Ответ Поддержка Это Значит Что У Огромного Количества Людей Которые Меня Считают С Которыми Мы Общаемся Да Я С Вами Общаюсь Сейчас Нет Поддержки В том Что Они Хотят Я Не Думаю Что Вы Хотите Чего Настолько Плохого Чтобы Вас В Этому Не Поддержать И Это Очень Плохо То Что Во-первых Нет Поддержки Это Значит Что Опять же Тезис О Том Что Все Люди Хотят Вокруг Вас Чтобы Вы Не Выделялись Он Действительно Работает И Во-вторых То Что Без Поддержки Вы Не Можете Начать Давайте Я Вам Скажу То Что Успокаивает Меня Единственный Человек Который Будет С Вами Всю Жизнь Это Не Муж Не Мама Не Ребенок А Вы Сами То Вы Расстанетесь С Этим Человеком Ровно В Момент Своей Смерти Все Остальное Время Вашей Жизни Этот Человек Будет С вами Это Вы Сами И Больше Никто Случится Может Все Что Угодно Все Что Угодно Случится Может С теми Людьми Которые По идее Должны Вас Поддерживать Они Могут Исчезнуть Из Вашей Жизни В Любой Момент Как Бы Это Не Звучало Ужасно Но Такое Может Быть Единственный Человек С Которым Вы Останетесь До Конца Это Вы Соответственно Вы Не Должны Зависеть От Поддержки Окружающих Поддерживайте Себя Сами Работайте С собой Работайте Над С собой Работайте Над Своей Уверенностью Отдавайте Отчет В том Чем Вы Жертвуете И Ради Чего Вы Жертвуете И Ради Кого Вы Жертвуете То Если У вас Такая Цель В Жизни Это Сделать Счастливым Кого-то Кроме Себя И Вы К Этому Идете То Тогда Вы Не Будете Бороться Если У вас Все-таки Цель В своей Жизни Сделать Счастливым Себя А я Уверена Что Маленькие Процент Идеи Хочут Сделать В этой Жизни Счастливым Не Себя И Готов Жертвовать Всем Ради Кого-то Другого Кроме Таких Как Я Я Готова Жертвовать Всем Ради Своей Семьи Очень Многие Люди Не Готовы Не Хотят И Я Считаю Что Это Более Нормальная Позиция Если Честно Вот Так Что Вот Эти Страхи Того Что Не Поймут Родные Что Вы Не Оправдаете Их Ожиданий Что Они Ожидали От Вас Чего-то Другого Прогнозировали Вам И Очень Важно Это Осознать Что Они Делают Из Вас Не Вас Они Делают Из Вас Удобную Версию Вас Для Других Ну То Есть Для Себя Вы Не Лучшая Версия Себя А Вы Версия Себя Для Другого Человека Это Очень Плохо Это Звучит Даже Как-то Хреново Но Тем Не Менее Так Живет Большинство Семей И Набраться Смелости Сложно Но Я вам Сказала Как это Сделать Пытайтесь Сделать Это По шагам Если Вам Страшно Пытайтесь Сделать Один Шаг Смотрите Реакцию Свою Реакцию Тех Кто От вас Так Зависит И Кто Вас Так Заставляет Жить Не Своей Жизнью Смотрите Как Они Пережили Это Или Нет Ну Давайте Так Я Когда Брала Четвертую Собаку С Это Большая Проблема Согласитесь Для Такого Человека Как Я Мы Взяли Одну Собаку Вторую Третью И Он Сказал Стоп И Когда Мы Подобрали Четвертую Собаку Он Сказал Мы Будем Ее Пристраивать Я Сказал Нет Он Сказал Да Я Сказал Нет Он Сказал Да И Он Сказал Да Так Что Я Всякое Такое В общем Месяц Мы Модались Месяц Ну Как Я Победила Конечно Здесь Уже Вопрос В том Что Это Это Очень Сложно Это Нарушение Границ Здесь Пойди Пойми Кто Чьи Границы Нарушает Ребят Ну Вот Эти Вот Жизнь По Правилам Не Нарушай Границу Другого Человека Смотрите В Данной Ситуации Игорь Нарушал Мои Границы Я Хотел Сто Собак Он Хотел Трех Да Я Хотел Четвертую Собаку Оставить Семья Он Не Хотел Да Но Это Нарушение Моих Границ Тоже Потому Что Я Хочу А Он Нет И Поэтому Здесь Вот Так Заморачиваться На Том Чтобы Быть Экологичными Ко Всем Вокруг Очень Часто Оборачивается Тем Что Вы Становитесь Абсолютно Экологичными В отношении Себя Это Разрушает Вас И Все Таки Еще Раз Вспоминайте Эту Фразу Что Вы У Себя Одни И У Себя Есть Только Вы И Никто Другой Любой Другой Человек Из Вашей Жизни Может Исчеркнуть А Вы У Себя Есть Поэтому Все Таки Ваши Мечты Желания Стремления Должны Стоять Чуть Выше Чем Остальных И Хорошо Если Они Все Таки Совпадают С Вашими Самыми Ближайшими Партнерами То есть Супругами С которыми Я думаю Что Наличие Супруга С которым Человек Хочет Прожить Всю Жизнь Действительно Ну Является Прям Одной Из Мечт У Всех Так Что Я Еще Не Сказала Вроде Все Ну По поводу Того Что Нет Веры В Себя Ну А В Кого Верить Тогда В Соседа Там В Блогера В Известного Еще Еще В Кого Кроме Себя Верить Ну Они Вам Чужие Люди Они Вам Никто Вообще В Кого Верить Кроме Верить В Себя Конечно Надо Верить В Себя Естественно Да Бывают Неудачи У Всех Надо Принять Это Абсолютно Нормально У У Была Небова Неудач И Ну Как бы Как-то Живу С Этим И Я Делаю Выводы Из Каждой Своей Неудачи С Каждой Проблемной Ситуации Я Делаю Выводы И Задаю С Вопрос Как Что Сделать Надо Сейчас Чтобы Этого Не Повторилось Потом И На Этом Мы Учимся Так Что Все Ребят Что хотела вам сказать по поводу эфира, по мотивации, я его сохраню, ну, по крайней мере, первую часть я точно уже сохранила, сейчас сохраню вторую, она была смешная, ко мне лезли собаки, вы активно участвовали в дискуссии, мне всё понравилось, так что спасибо вам огромное за то, что пришли, посмотрели, комментировали, участвовали в опросе и за то, что вы вообще читаете мой блог. Вот она под конец пришла, сейчас, видимо, всё должно закончиться тем, что она уронит мой стул, и я поднимусь и выключу, нажму на кнопку завершить. Верни, пожалуйста, личико, чтобы всё увидели, какая ты красавица, не хочет, не хочет собака, не хочет. Хочешь смывать мне макияж? Говори, что уже мне пора. Она говорит, пора тебе, Даша, садиться за комп и работать. Ладно, всем спасибо, ребят, спасибо, что пишете, спасибо, что эти сердечки, вы офигенные у меня. Я выключаюсь, сохраняюсь и...